Знаете, второе, что я вижу из этой истории, что в жизни тех людей, которые пред Богом смиряются и сокрушаются, говоря, как Петр сказал, Господи, выйди из моей лодки, потому что я осознаю, что и я грешный. Знаете, Петр просто ощутил себя в присутствии Божьем, и он осознал, что его жизнь, как он живет. Мы знаем, он был работягом, он был нормальным человеком, он не был каким-то особым убийцей или блудником, он был простым человеком, обычным человеком того времени, и он осознал себя грешным, потому что в его жизни были вещи, которые он знал, что пред Богом они не правы. Многие люди говорят, я не согрешаю, я ничего особенного не сделал. Но если бы ты же знал жизнь Петра, он, наверное, тоже ничего особенного не сделал. Люди не ставили на заметку, но когда он повстречался с Иисусом лицом к лицу, он вдруг осознал себя, склонил перед ним колени и сказал, Господи, выйди от меня, я не достоин, чтобы ты был рядом со мной, потому что я человек грешный. Третий пункт, который я хочу сегодня ставить и немножко больше о нем поговорить. Не все люди, они рады встрече с Иисусом. Когда я читаю эту историю, там есть стих, который сильно бьет в мое сердце. Не все люди, они рады тому, что Иисус приходит в их жизнь. Мы читаем эту историю и мы видим, что когда Иисус повелел бесам войти в свиней, из стада свиней, которое насчитывало две тысячи голов, а оно вдруг взбунтовалось, взбесилось. На глазах у пастухов, впавших их, вдруг пришли в бешенство, из кручей ринулись в море. Я думаю, на пастухов, впавших две тысячи свиней, пришел ужас просто. Знаете, бесноватыми бывают не просто люди, бывают и животные. И животные бывают бесноватыми. Библия конкретно об этом говорит. Эти люди, когда увидели, представляешь, две тысячи свиней. Нас примерно здесь в зале чуть больше ста человек. Ты можешь себе представить стадо свиней в две тысячи голов? Попадись на дороге такого стада, которое взбесилось. Пастухи, они в шоке. Они просто, увидевшие происшедшее, они сбежали в город, по деревням пробежали, начали рассказывать, там что-то происходит. Понимаю, одна свиня, понимаю, там пять заразились с какой-то бешенством. Но можно было как-то оправдать. Но когда все, стадо в один момент поднялось, начало визжать, кричать, бесноваться, и ринулось в море, в головах и сердцах этих пастухов произошло что-то невыразимое. И вот они позвали людей, люди вышли. И мы когда читаем, что когда эти люди вышли и увидели, что бесновавшийся, 15 стих, в котором был легион, сидит, а он бегал постоянно, сидит возле Иисуса, одет. В здравом уме написано, они уст расшились. Две вещи просто перепугали их. Первая вещь, что эти свиньи взбунтовались и ушли. Вторая вещь, они увидели этого бесноватого, о котором знали все. И они знали, что никто не мог держать его. У него была сверхъестественная сила. Он цепи железные рвал. Он кандалы разламывал. И люди боялись его. И когда они увидели его, они ужаснулись. И знаете, какой у меня стих сильно, не знаю, касается моего сердца? 17-й. Когда они пережили эту сверхъестественную встречу с Иисусом, они начали просить Его. чтобы отошел от пределов их. Моя проповедь называется сегодня Иисус, пожалуйста, отойди от Меня. Иисус, пожалуйста, уходи от Меня. Знаете, из категории людей, которые встречаются с Богом реальным в своей жизни, они переживают Божьи чудеса, они переживают Божью милость, они понимают, что Бог, Он сверхъестественный. И они говорят, Бог, пожалуйста, я ничего не хочу с Тобой иметь. Пожалуйста, уходи отсюда. И знаешь, сам Иисус сошел. Он явил им такое чудо, на их глазах это произошло. Но из-за того, что они потеряли что-то, они потеряли имущество, а 2000 свиней, наверное, стоили какую-то денежку, они поняли, что какое-то неудобство приходит в их жизнь. И они попросили и сказали, пожалуйста, уйди из нашей жизни. Знаешь, каждый человек, который однажды в своей жизни встречается с Иисусом, он становится предвыбором. Либо принять Иисуса в свою жизнь, либо выгнать Его. Иисус, уходи. И некоторые не делают это так грубо, Иисус, уходи, ничего с Тобой не хочу иметь. Они это делают такими благими словами, говорят, Господи, я Тебе еще успею послужить. Приди ко мне попозже, когда у меня будут вставные зубы, не знаю, палочка, клюшка, когда уже жизнь моя придет к концу. Приди ко мне тогда, вот я в старости буду Тебе служить. У людей почему-то такое неправильное понимание. И знаете, они выгоняют ее в своей жизни. Когда я слушаю сверист на многих людей, Бог приходит тогда, когда Он хочет в жизнь человека, начинает стучать. И когда Бог приходит в жизнь человека, у человека два выбора, либо принять Иисуса, либо выгнать Его. Знаете, мой вывод, который я сделал в своей жизни, что больше всего люди выгоняют Иисуса. Больше всего люди, которые встречаются с Ним, отправляют Его из своей жизни подальше. Знаешь почему? Потому что, когда приходит Иисус в жизнь, Он будет изменять ее. И ты не сможешь остаться прежним. Он не разрешит тебе прежним вещам и грехам в твоей жизни остаться. Он будет выводить тебя на свет и будет преображать тебя. И знаешь, есть люди, которые держатся за свиней, для которых свиней важнее, для которых их дела важнее, для которых их ценности важнее, для которых уклад их жизни не хочется менять. Это же я, если буду верующим, каждое воскресенье в церковь ходить надо. Это же уму непопричимо. За это время можно так много всего хорошего сделать. Везде поехать, многое посмотреть. Это же если я буду верующим, теперь мне этого нельзя, этого нельзя, этого нельзя. А это мне так нравится, что я глупый, что ли, чтобы в молодости всего этого отказаться. Знаете, из того, что я вижу в жизни, многие люди, большинство, мне кажется, что это большинство, когда они встречаются с Иисусом, они выгоняют Его из своей жизни. Потому что если Бог находит их в том состоянии, в котором Он их нашел, то придя в жизнь, Бог будет менять их жизнь. У меня есть мой хороший друг, его зовут Юрий. И в то время, когда Бог нашел его, он был бандитом, авторитетным бандитом. В то время он жил в Казахстане, участвовал в преступной группировке, они делали свои дела в Москве и по другим городам России. И Бог нашел его, когда он сидел на балконе, он проговорил к нему лично. И он начал ходить в церковь и решил больше такими грязными делами не заниматься. Бог начал потихоньку очищать его жизнь. И он решил, буду делать честный бизнес. А одолжил у людей на то время, 90-е года, или миллион, или два миллиона долларов, решил сделать хороший бизнес, честный, купил несколько вагонов с луком, урожай прошел в Казахстане, купил несколько вагонов с луком и решил отправить их на крайний север. А там цены были в то время намного больше. И на этом сделать хорошую прибыль. Но, знаете, у Бога свои планы. Знаешь, когда Бог приходит в жизнь человека, Он будет человека изменять, потому что у Бога есть план для жизни человека. У человека есть свои планы, у Бога есть свои планы. И когда эти контейнеры с луком плыли на пароме, то ли на Камчатку, то ли куда-то еще, Бог поднял на море бурю. Волны залили контейнеры, пока лук доехал, погнил. Весь его бизнес рассыпался, вся его розовая мечта заработать еще пару миллионов рассыпалась. Но все было бы ничего, если бы это не было миллион или два миллиона долларов. И все было бы ничего, если эти деньги были бы не его. То есть его были бы деньги. И в это время нанимаются бригады специальных добрых друзей, ребят, которые начинают приезжать к нему. И, применяя силу и оружие, требовать вернуть деньги. А в это время человек, будучи криминальным авторитетом, начинает делать шаги, определенные к Богу. И в многих моментах он уже изменился, но в многих моментах он еще на пути. И он начал молиться Богу, Бог, пожалуйста, как-то вступись. И в это время он обещает Богу, говорит, Бог, если ты поможешь мне выбраться из этой ситуации. И как раз в это время ему приходит его семья вся ставит антракт уехать жить в Германию. И он обещает Богу, говорит, Боже, если ты дашь мне возможность рассчитаться с долгами, выйти из этой ситуации, то я уеду в Германию. И, по-моему, он обещал ему служить. Когда он сказал и помолился так, Бог располагает сердца, я не буду всю историю его рассказывать, он отдает все эти деньги, находятся ему, он все дает до копейки, все долги закрывает, поднимается, уезжает в Германию и сегодня служит пастырем в одной из церквей здесь, здесь в Германии. Знаете, когда Бог приходит в жизнь человека и человек говорит ему, да, для человека это означает, что Бог будет менять его жизнь. Многие люди понимают, что если Иисус придет в мою жизнь и Он будет наводить свой порядок, я не хочу терять определенные вещи. И именно по этой причине они говорят, Иисус, уходи отсюда, уходи из моей жизни, я хочу жить так, как я хочу. Знаете, многие люди верят в Бога. Если ты придешь на улицу и спросишь человека, веришь ли ты в Бога, 98% скажут, да, я верю, что есть Бог. Потому что Он приходил, потому что Он говорил весь жизнь, потому что они, идя на экзамены, молились, потому что когда они ложились в больницу, и кто-то умирал, они приходили к Богу, молились, много людей знает, что есть Бог. Но люди не пускают Иисуса в свою жизнь, потому что сознают, что если придет Иисус, Он будет менять их. Поэтому люди изгоняют Его из своей жизни. как поступишь ты с Иисусом? Как поступишь ты с Иисусом? Прогонишь ты, как прогнали эти люди из своих городов? Или ты разрешишь Ему войти в свою жизнь, как это сделал Петр, и скажешь, Господи, да будет воля Твоя. Если ты хочешь, измени. Если ты хочешь, чтобы я жил по-другому, я буду жить по-другому. Иисус пришел к Петру и сказал, следуй за мной, и я сделаю из тебя ловцов человека. Ты ловил рыбу, будешь теперь ловить людей. И сделал из него апостола. И жизнь его изменилась. Знаете, когда я смотрел в Библию, я видел, что так много людей, так много людей, на глазах которых Иисус совершал реальные чудеса, прогнали Его из своей жизни. Не уверовали, не захотели. Знаете, имена многих вот здесь в мире, где мы живем, которые выгнали Иисуса в своей жизни, мы даже и не узнаем. Мы даже никогда не поймем с вами вот так физически, глазами и ушами, что у них была встреча с Богом, и они сказали, Бог, до свидания. Мы с тобой ничего не хотим. Но в вечности мы видим судьбу каждого человека.